В эфире новости МИЭД ТВ в студии. Я Евгения Лукина. Здравствуйте! Чуть больше недели назад состоялся кастинг возрожденного проекта «Мистер МИЭД». Подробный отчет с места событий смотрите в сюжете Дмитрия Буянова. В понедельник, 6 апреля, в здании ДК прошел кастинг. Желающих пройти в финал «Мистер МИЭД» оказалось аж 25 человек. Участников ждали три конкурса – самопрезентация, ораторский и собеседование. К конкурсу самопрезентации ребята подошли творчески. Пели, играли на гитаре, танцевали, показывали трюки. Однако самым популярным жанром был стендап. Следующий этап – ораторский. Здесь парни действовали по принципу «я хочу рассказать о». Жюри узнало о горах и обычаях Казахстана, о красотах Петропавловска-Камчатского, необычных историях и многом другом. Заключительный шаг – собеседование. Участники отбивались от града каверзных вопросов. Зачем нужны гладкие огурцы и для чего используется спонжик? На все вопросы были получены достойные ответы. Так как это мероприятие не проводилось в течение пяти лет, четырех, то было довольно необычно. Конечно же, есть разница с девушками. Парни очень приятно, сильно удивили. И в целом мне очень понравилось. Сделать выбор было непросто. Однако жюри справилось. В финал «Мистер МИЭД» было собрано восемь участников, которые смогут выступить на сцене Дома культуры уже 27 апреля. Со списком финалистов можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте. Дмитрий Буянов, Владимир Володин, МИЭД-ТВ. В прошедшую пятницу свой день рождения отмечал факультет ПРИД. К поздравлениям присоединилась и Марина Турункина. Свой седьмой день рождения факультет прикладных информационных технологий начал отмечать еще в четверг, 9 апреля. Все желающие в 17.00 собрались в зеленом зале столовой, чтобы в дружеской обстановке выпить чая, поиграть в настольные игры и просто поговорить. В пятницу уже на сцене «Декомета» состоялся праздничный концерт. Программу открыл Никита Герасименко с песней «Feeling good». Сразу после появился главный герой Федор Денисович. В свой день рождения он принимает в гостях внука, прилетевшего из Парижа. В ходе разговора они находят коробку со старыми фотографиями из жизни главного героя. Ой, дедушка, а что это за коробка? Все забываю спросить, что в ней. Вот это? Да-да-да-да, там, ну что, воспоминания. На фотографиях были запечатлены самые важные и яркие события, которые есть в жизни каждого человека. Зрители услышали истории из детства, школьного, университетского периода жизни Федора Денисовича. Каждая фотография сопровождалась тематическим номером. Официальная часть была интересно вплетена в сюжет. Декан факультета Александр Геннадьевич Балашов наградил почетными грамотами отличников. А проректор по международной деятельности и работе с молодежью Дмитрий Георгиевич Коваленко отметил активистов. Следом пошли воспоминания о военной службе, первой работе, вечере встречи выпускников. Не обошлось и без поздравлений от друзей. Желаю больших успехов в учебе, здоровья. И еще хочу пожелать, чтобы занятия математикой всегда приносили удовольствие. Знаете, я очень много времени всегда уделял, рассказывая какие-то истории собственной жизни. Поэтому я решил показать, чтобы наш факультет показал это на сцене. При это семь лет. Бывший когда-то маленький факультет с каждым годом растет и приумножает свою значимость. Марина Турункина, Андрей Глебов, Михаил Сериков, Станислав Михайлов, МИЭТ-ТВ. В четверг, 9 апреля прошел чемпионат МИЭТа по спортивной версии викторины «Своя игра». За звание самого умного поборолся Игорь Чермашенцев. 9 апреля в 6 вечера в аудитории 12.03 собрались любители посоревноваться в остроте и скорости ума. 16 участников спортивной версии известны всем своей игры. Большинство из них – старшекурсники, уже так или иначе принимавшие участие в интеллектуальных играх. Однако попробовать свои силы решили и их младшие товарищи. Игру я играю первый раз. В свое время еще в школе начал играть что, где, когда. О турнире узнал благодаря другим участникам команд и группе интеллектуальных игр МИЭТа. После настройки техники и жеребьевки все участники ознакомились с правилами чемпионата. Настает время для первого боя, во время которого четверки игроков поочередно будут мериться багажом знаний по заданным темам. Вопросы могут показаться сложными человеку, который в интеллектуальные игры практически не играет. Но на самом деле опытным людям, которые много играют в студии, когда, в спортивную версию, в свою игру, эти вопросы в принципе не должны показаться очень сложными. Для чистоты соревнования прочие четверки удаляются из аудитории. Умы сошлись в противостоянии. Ведущий и главный организатор Григорий Смыслов даже не всегда успевает дочитать вопрос. Игроки, рискнувшие дать досрочный ответ, прерывают его на полусловия. Прямо во время игры подсчитываются и называются промежуточные результаты, что подогревает пыл участников. Отыгравшие могли отдохнуть и обменяться впечатлениями. Я не играл в спортивную игру, только по телевизору видел. Либо в спокойной обстановке, но при этом все равно адреналин выходит в кровь. После каждого столкновения четверки меняли состав. Выделялись новые лидеры, а бывшие фаворитами нередко допускали досадные ошибки, лишавшие их баллов. Бой за боем, один круг за другим, и игроки не заметили, как прошло два часа. Предложение ведущего перенести несколько кругов вопросов на другой день участниками решительно отвергнуто. Заключительный четвертый этап вопросов подвел итог всей, как ее называют, «сторожилы-своячки». Ведущий выдерживает интригу и начинает зачитывать результаты с конца списка. Три первых места – призовые. Они распределились таким образом. С результатом в 9 очков Мария Галеева занимает третье место. Второе место и 10,2 балла достали Сергею Семенкову. А победитель – Анатолий Сазонтов, на счету которого 13,3 балла. Все призеры получили вкусные фруктовые награды. Игра закончилась только около 10 вечера, но это ничуть не отразилось настроение и впечатлениях участников и ведущего. Приятно удивлены общей эрудицией участников. Берется очень много вопросов, что бывает нечасто на таких соревнованиях. Я очень надеюсь, что и дальше будет продолжаться и в таком же духе. Следующий чемпионат по спортивной своей игре будет уже в следующем году. А пока все желающие могут попробовать себя в качестве участника команды «Зантаков» на этапах игры «Что, где, когда». Все подробности в группе Клуба интеллектуальных игр ВКонтакте. Игорь Чермашенцев, Виктория Костенькова, МИЭТ-ТВ. 8 апреля в МИЭТе состоялась презентация Центра молодежного парламентаризма города Москвы. О новом проекте организации узнавала Кристина Шипилова. 8 апреля с информацией о наборе в районные политические и молодежные палаты МИЭТ посетили представительные исполнительные и законодательные власти столицы и Зеленоградского округа. Приглашение к участию в проекте поступило от Центра молодежного парламентаризма Москвы. Интерес проявили не только активные студенты, но и гости вуза. Открыл обсуждение проректор по международной деятельности и работе с молодежью Дмитрий Георгиевич Коваленко. Затем передал слово депутату Московской городской думы Кириллу Владимировичу Щитову. Он рассказал пришедшему историю создания и развития проекта, подчеркнул его актуальность и значимость. Возникло желание, возникла идея, возник механизм, как построить мостик между молодежным сообществом и городской властью. И мы в 2006 году решили, что вот такая структура молодежного парламента могла бы стать неким проводником молодежных идей и таким мостиком для донесения инициатив молодежи, идей молодежи до руководства города, до руководителей городских департаментов, до префектуры кругов, до Московской городской думы. Вот и была создана молодежная палата при Мосгордуме, которая стала консультативно освещать на структуры при нашем городском парламенте. Из выступлений Сергея Витальевича Луценко, заместителя директора Центра молодежного парламентаризма, ребята узнали о условиях и пользе участия в движении, познакомились с темой, по которой будут работать молодежные палаты в Зеленоградском округе. Мы видим три уровня активности ребят. Первый уровень активности – это то, что ребята будут делать на уровне района. С одной стороны, это те активности, которые ребята сами видят, необходимо проводить. То есть у них есть какие-то свои собственные проекты, идеи, они считают целесообразными их реализовывать, и мы в этом будем тоже их поддерживать. И будет еще также активность другого уровня – это проекты Центра молодежного парламентаризма. Это, прежде всего, образовательные проекты, образовательные программы, которые позволят людям научиться организовывать мероприятия. То есть это школа-ивент-менеджер, это будет дебат-лига, это будет также школа молодого законотворца и многие другие, которые можно долго еще перечислять. Каждый зарегистрированный в Зеленограде в возрасте от 18 до 30 лет может попробовать свои способности в политике и воспользоваться шансом занять одно из 1800 свободных мест до 15 апреля. Совсем скоро начнется следующий этап отбора – конкурсной комиссии. Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте. Кристина Шипилова, Сергей Карамышев, МедТВ Воскресенье, 12 апреля, в календаре отмечен как День космонавтики. Анастасия Денисова расскажет о становлении науки и истории первого полета человека в космос. 12 апреля в России празднуется День космонавтики. Эта дата ознаменована первым полетом в космос. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Люди еще помнят, как более полвека назад это казалось несбыточной мечтой. Следствием Холодной войны стала космическая гонка. Старт ей 4 октября 1957 года дал Советский Союз. На орбиту выведен первый искусственный спутник Земли. Две сверхдержавы, СССР и США, боролись за каждый новый шаг навстречу Вселенной. Искусственный спутник Земли, сигналы которого принимали по всему свету. Первое животное на орбите, собака Лайка. Успешный полет и возвращение на Землю белки и стрелки. Все это предшествовало первому запуску человека в космос. Будущего космонавта определили незадолго до запланированной даты запуска. Им стал Юрий Гагарин, а в роли дублера Герман Титов. Несмотря на некоторые неполадки перед запуском, старт прошел в запланированное время. Желаем вам доброго полета! Я Заля-1, мы все желаем вам доброго полета! Все нормально! Юрий Гагарин первым увидел, что наша планета в самом деле круглая, голубая и очень красивая. Позже космонавт написал «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее». Из-за сбоев в системе торможения спускаемый аппарат с Гагарином приземлился не в 110 километров от Сталинграда, как было запланировано, а в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе села Смеловка. Первыми людьми, которые встретили космонавта после полета, оказалась семья лесников. Новость о благополучном возвращении Юрия Гагарина мгновенно обошла всю планету. Полет человека в космос открыл много новых возможностей. С 12 апреля 1961 года за пределами планеты побывали более 500 человек, в их числе выпускник нашего вуза Сергей Ревин. На сегодняшний день, благодаря активному развитию космонавтики, мы пользуемся навигацией, спутниковой связью, исследуем погодные явления, прогнозируем природные катаклизмы. «Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбеле», — писал Константин Циолковский. «Наши соотечественники сделали первый шаг навстречу необъятной Вселенной. Она хранит еще много тайн и загадок, которые только предстоит исследовать». Анастасия Денисова, Данила Галюков, МЕД-ТВ Это все события прошедшей недели. Вы смотрели новости МЕД-ТВ, выпуск провела Евгения Лукина. Удачного вам дня! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok